так здорово значит кто у нас сегодняшняя жертва привет ты тут я ему пишу сообщение спрашиваю из какого он города и сейчас возьму его номер телефона блин он не говорит он живет пишет что 30 километров от города брянска я сейчас пытаюсь выудить из какого он города блин он он палится он он не дает эти координаты в этом деле он красавчик нам надо координаты слышно я сейчас его разведу на город и на телефон он получается отослал твое сообщение ты делаешь обзоры и могу тебе подкидывать эксклюзив он сказал макс это фейк задал вопрос смотри он получается и прямо сейчас берет и пересылает твои сообщения мне что ему ты подтвердишь что это танк да короче зима какая-то такая подозрительная может посмотреть в каком он городе как нибудь может посмотреть как нибудь как в каком он городе живет может он там а в локацию поставил в инкограмм почте короче он палится блин если палец а значит потом реально реально папа поймешь что он не то сделал слушай у меня не так много времени разговаривать то нам так как надо делать дела если не хочешь сотрудничать так и скажи может 10 минут пытаемся начать разговор а ты одними вопросами ненужными предложениями слушай время идет где он понимаешь когда он даст свой адрес и свой телефон он поймет что я знаю про него как ну ключевые данные чтобы к нему и ментов выслать чтобы его и на прослушку поставить чтобы его заблокировать чтобы получить доступ к его youtube там поэтому он должен сам понимать что мне дал данные которые не надо было давать тогда он начнет разводиться а сейчас мы будем его разводить без этих данных и он не поверит что у нас есть что-то на него смышленый малый у нее даже по выпускам видно что он грамотный пацан и вот сейчас его как бы грамотность она и включилась но тем интереснее для нас разыграть и расколоть его потому что он сильный сильная жертва окей дальше не по переписке мне надо уходить давай по телефону можешь говорить блин он должен дать мне хотя бы телефон этот парнишка не ломается значит теперь не отвечай ему я сейчас ему напишу спасибо ужас не поймет за что спасибо а спасибо за то что он скинул на твою страницу номер все у него сейчас начался процесс за что спасибо я только что скинул номер и мне приходит спасибо то есть он сейчас начнет прикидывать и потом у него сойдется конструкция в голове в одну картину он поймет что он общался со мной значит сейчас на его сообщение не отвечай заблокируй его заблокируй сейчас его заблокируй заблокируй сейчас я ему сделаю странный звонок непонятного номера все я сделал звонок ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха отлично так и так сделаю он будет лучше все сейчас делали пробивочный звонок он запилинговал себя скорее всего власть у тебя хранится кое какая информация пытаюсь это сейчас выяснить через своих хакеров надеюсь ты с ним не заодно все влад уже от подозрения что что происходит, начал реально очковать. 5. 5. 5. 5. Чувак. Подожди. В смысле? Я? В смысле? Только не говори, что ты там кому-то что-то поотправлял. Потому что мою страницу зломали. И писали не одному тебе. Я понял, что тебя зломали. Но почтись комфортно. Я не человек на своем набор скиллом. Мне какие-то петушары звонили. Я не знаю, что девочек. Я в пароль начисто меняю на YouTube канале. Подожди. А что за номер канала тебе там? Что за номер тебе звонил? Блин, какой-то с Санкт-Петербургом. Я не знаю, я в следующий не помню. Потому что смотри. В чем прикол. У меня уже глючит ВК. Глючит также YouTube. YouTube глючит. И я сейчас уже в общем даже не могу зайти уже на канал. И смотри. Я вот хочу у тебя спросить. Можешь, пожалуйста, прямо сейчас зайти по-братски на мой канал. И посмотри вообще. Что там с моим экраном. Потому что я не могу вообще зайти на канал. Ну, сейчас прям сейчас могу зайти. Куда вообще? Да. Только ты только не сбрасывай. Потому что я вообще вообще не могу зайти. И что сделать вообще, ну, не знаю. Я понял. Тогда смотри. Давай еще знаешь, что сделаем. Я сначала буду тут тоже менять пароль. Давай бы. Я тут, сам понимаешь, я тебе тут звоню прямо в Белоруссии. Сам понимаешь, что деньги. Короче, давай сейчас YouTube на ВК. Ну, да. Да, пожалуйста. Иди в Instagram. Можно зайти? В Instagram сейчас. Подожди. Давай с ним. Все. Надо было спросить, зачем он тебе скинул номер. А он тебе должен был сказать. Типа. Так ты же попросил. Давай сейчас перезвони ему, перезвони ему и скажи. Влад, а ты зачем мне номер скинул? Он только, ну ты же попросил. А ты ему скажешь, я не просил. Я не просил и походу ты скинул номер тому, кому не надо. Да. Да. Короче, смотри. Я сейчас не могу зайти никак в Instagram. Потому что я вообще, я уже кроме ВК уже никуда не могу зайти. Слушай, такой вопрос. Ты мне там скидывал же номер, да? Ну да. А так а зачем? Я же тебя не просил его скидывать. Зачем ты мне его скинул? Субтитры сделал DimaTorzok А ты веришь, что это он? А ты веришь, что это он? Потому что я... Нет, я понял, что это он. Я тебя скидал. Похоже, это те же люди, которые тебя взломали. Я вот не знаю. Смотри, подожди. Я даже изойти на Инстаграм не могу, чтобы даже поменять пароль. И, походу, знаешь, в чем прикол? Минус был твой в том, что ты слил свой номер. А если ты еще слил адрес свой, город, поселок, это... Я тебе просто говорю, я надеюсь, что... Я ничего делал. Я ответил, ладно, я ответ не сказал. Я сказал, что, типа... Занимают на автобусе. Да, и что делать сейчас? Назрядно. Я делаю, что лучше, что лучше делать. Я вот что... Тебе не знаю. Сейчас абсолютно все пароли. Потому что я даже толком не могу даже... не могу зайти на свой канал. Понимаешь? Вот. И я не знаю, что вообще с моим каналом. Поэтому такие... Ну, ты... Смотри, если это танк, я тебе так скажу, у нас с танком возник очень серьезный конфликт. Прям очень серьезный. Это не телефонный разговор. Я тебе сейчас напишу про танк, из-за чего. И так как я написал, получается, сегодня в контакт, он мне, он, получается, взломал мою страничку в контакте. Так как ты, получается, был самый первый, да? И там он, по ходу, понял, знаешь, там было первое слово про танк. И он начал, получается, читать нашу переписку. Он понял то, что ты в этом деле мне можешь помочь. И он так и взломал. И тебя? Нет. Он, получается, взломал меня и выманил так из себя номер телефона. Ты... Ты... Я просто, я... Типа, ну зачем ты попал? Зачем ты попал? Зачем ты попал? Мне вот такие интересные вопросы. Зачем? Я... Я что-то понял. Я не вступал. Серьезно, реально. Я тут... Я хотел взять дело на телефон, нормально, что я не попал. Нет. Зачем? Именно к чему? Ты что-то узнал, какой телефон? Я узнал то, что это... Это не телефонный разговор. Давай я сейчас напишу в Воджи в ВКонтакте. Окей, все, давай. Ты восстановил. Попишу. Говори. Ну, короче, ты взломал мои банковские данные. Случайно там я с видоса кропнул. Смотри, ты на видосе кропнул мою карточку. Отослал своим спецам. Они путем улучшения изображения увидели номера на карточке. Я ему уже написал, что ты плохой человек. И что? И смотри, у нас легенда та же самая. Ты скинул ему на хранение данные мои личные. На случай, если у тебя ком заберут и форматнут жесткий диск ты скинул ему данный. И сейчас, мои хакеры это уже нашли, но ты это ему еще не говоришь. Но мы уже нашли у него эти данные. Понимаешь? Я не понял почему? Сейчас я ему пишу, что мне нужен, мне нужен твой комп, я тебе верну его. Смотри, сейчас, значит, он тебе скажет, что мы хотим у него комп забрать. Ты скажи, братан, у тебя на компе, я сам того не хотя, я тебе закину файлы, ты их там не найдешь, можешь не искать, но мы, хакеры, их нашли. Да, ты ему сейчас расскажи, что ты, что ты кропнул банковские данные мои и получил доступ к моим счетам. Да, ты скажи, что ты получил доступ к моим счетам, а я ему сейчас напишу, что ты украл у меня бабки. Давай. Короче, у вас, смотри, я не знаю, какого хрена, я тебе не могу отправлять никакого слова, я вижу, что ты это пишешь. Смотри, по поводу Паши, Паш мне на самом деле писал, так как ты сам знаешь, что танк знает, что я снимаю ролики, танк мне, там раньше так же кидал информацию, вот, и он эту информацию о том, что я украл у там магазинки, блядь, там такие, блядь, и он, короче, это рассказал этому Паше, и сейчас Паша просто мне и пишет, и звонит, и что делать, я не знаю, и он... Я не могу, короче, пока сказать сумму, которую я украл, но я говорю, это вышло просто, блядь, случайно, понимаешь, да, я потом тебе напишу, сколько именно, потому что, смотри, там у него было много денег, я думал, потому что, знаешь, ему смска не придет, но она ему пришла, потому что я открыл доступ к его платежным системам, понимаешь, там у него, там у него, там у него такие деньги, братан, там у него такие деньги, алло, алло. Алло. Акция, пикет. Ты там, Макс, я не пикет, я не понимаю, что ты шло. Думаешь, так? Я реально не знаю, что тебе посоветовать. Смотри, может ты знаешь, я, так как он меня сейчас везде заблокировал, и он сейчас теперь решает, вопрос ментами типа говорит что придут менты я не знаю верить ему не верить но смотри можешь пожалуйста сейчас ему там как-нибудь знаешь узнать как мне я просто смотри я верну эти деньги это раз два знаешь как-нибудь надо узнать что он хочет взамен того чтобы знаешь чтобы все было типа ну нормально потому что что будет дальше я не знаю ты прикинь что подумают люди которые меня смотрят я понял что он писал тебе скажи пожалуйста скажи что ты ему скинул файл на компьютер чтобы у тебя компьютер не заблокировали у него секретный файл не отдавай компьютер я понял я понял смотри короче я там тебе скинул секретный файл на компьютер потому что мало ли вдруг ко мне придут но я очень мало верю что ко мне они придут я скинул секретный файл ты его сейчас не видишь ты его не должен видеть понимаешь то есть ты его смотри получается доступ как бы есть у меня одного если все будет сам понимаешь просто вдруг кому-то я не знаю на экспертизу потому что на кобе хранится основная вся эта данная информация я скинул ее тебе никто не знает про это я получается и ты даже сам не знаешь где она хранится и ты даже не сможешь удалить я знаю как ты потом я знаю как ты потом оттуда очистить поэтому я тебе говорю пока вообще никому не вообще ни слова никому не говори о том что происходит я вот не знаю что будет дальше в репортан ты скриншот сделал мои карточки когда расплатился за покупку улучшил изображение получил данных моим счетам смотри если б я я бы тебе бы это не говорил ты сам понимаешь сейчас это все прослушивается на самом деле понимаешь и как и вообще как это все дело было смотри к нему каждый день приходит там посылки там ну не суть откуда да я получаю своего дня попросил показать как он расплачивается с курьером он получает карточку получает одну историю это мы получаем номер карты но честно чего бы это там спецназа получается именно а другой стороны там где год с в excited облачистING карточку переворачивает я делаю скриншот петь потом знаешь все получаю я не я не знаю чем ли это мой не просто было очень интересно посмотреть как глазаешь на его счет на его счет это будет такие пакет там блетты тут ты вот ты просто не понимаешь это там такие космические деньги то что реально такие же не процент нони снились я увидел бутылки бабки тебе по самому бы хотелось бы их снять, я тебе говорю. Да, макс, ну это как бы снимать, типа, а, 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 о чем еще сказать? Короче, сейчас главная задача, что к тебе сейчас приезжают менты, дай посмотреть, блядь, не могу говорить, скину фотку. Я тут, я тут, я просто не знаю, что делать на самом деле. Подожди, стой. Влад, Влад. Я сейчас, короче, посмотрел в окно, и там менты. Я не знаю, смотри, у нас, короче, дом двухэтажный, и, возможно, они приехали к кому-то другому, там еще пока просто стоят. Я, я не знаю, что делать. Подожди, 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 стой, 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 там, блядь, там, там худо поднимается, круче. Будь на связи в ВК, добро. Блядь, пизда, блядь. Все, все. Скидывай ему фотку, скидывай фотку, пока они идут. Скажи, что тебе ютуб сносят, давай, сейчас надо панику, чтобы у него не было времени думать. Скажи, что тебе ютуб сносят, что, скажи, у тебя видео пропадают. Так, он мне написал, голосовое, слушай. Блядь, я, может, как-то суммирно решил, как бы, Макс не против, там, исправиться, там, как бы, понимаешь. Он, там, пацан нормальный, просто, вот, оступился. Он исправится. Просто нормально с ним поговорить, и все. Сейчас я напишу, а кто мне вернет 400 тысяч долларов? Не, 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 напиши 3000 долларов, 3000 напиши. Не, не, не. Потому что, ну, хуя, ты что, понимаешь, братан? Я сейчас, я сейчас... Да похер, похер. Это, я сейчас напишу, это небольшая для меня сумма, но все же. Ну, смотри, у меня еще есть фотка, а хотя нет, не надо. А кто мне вернет 400 тысяч долларов? Так, голосовое. Нет. Я просто не хочу сматериться, танк. Не знаю, кто, кто, Макс. Если это он взял, то он вернет, если нет, то я не знаю. Отпрофил уже, отпрофил уже днем голосовое. Понимаешь, это как-то случайно произошло, понимаешь? Он парень нормальный, сколько я его знаю, таких косяков за ним не было. Что? Ты ему скинул 800 тысяч долларов. Я ему написал, что у тебя хранятся другие деньги. Тоже мои, там побольше будет. Короче, в этих зашифрованных данных 800 тысяч долларов. Ну, это я очень слишком понимаешь. Не покер, покер. Я ему написал, что у него 800 тысяч на секундочку. Я хочу их вернуть. Что за бред? Я думаю, да. Брат, короче, теперь есть, ты слышишь голоса, это там, короче, Там, брат, короче, говорят, с меднами. Они пока не знают, что я думаю. Слушай, если что, ты можешь, пожалуйста, как-нибудь сделай. Я вот не знаю, потом как-нибудь... Я просто, знаешь, хочу сделать так, чтобы вообще... чтобы ты потом сделал вообще видос на эту тему. Потому что, ну, честно, я не знаю, что вообще будет со мной, понимаешь? Потому что я украл у него такие бабки. Я вот, не знаю, писал он тебе, не писал. Блядь, но это реально, это просто жестко. Братан, это не просто видос. Это не просто... Я уже не могу говорить. Я буду... Это знаешь, что это... Либрадан. Все, сборь, Твои эти голоса у компьютера немножко перебивали. Так, стоп, стоп. Ты не говоришь. Твои голоса не перебивали. Дай я послушаю, что он мне прислал. Я не знаю, что он там плохой или такого, что там вроде, типа, хочу сказать, что это он, либровать. Просто дело в случае. Я просто говорю, что как бы... денег у меня нет. Как бы я не могу тебе их отдать, потому что у меня тупо нет. Не, ну что он хочет сказать? Ну, возвращай, типа, я к этому причастный, типа, понимаешь? Я же не соучастник, то есть я же ему не потыкал. Я не говорю, что он там плохой или такого, что там вроде, типа, хорошо. Ну, короче... Смотри, знаешь, как можно? Можно сделать так. Есть люди, которые подтверждают, что ты так же был с ним заодно и потом начать обратный отчет. Я ему пишу, он говорит, давай договоримся насчет Макса. Я ему пишу, сейчас уже поздно, процесс запущен. Голос В. Я ему отправил голосовой, ну, чувак. Блин, все, это какая, блин, я бы тебе всем веселее помог, но вы знаете. Да, Илья, может, как-то это суммирно решил, как бы Макс не просто там... ты этот уже показывал. Так, 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 теперь, что объяснять? А, я... Он мне пишет, сколько их ждать, недолго. Короче, давай, тут должна сейчас спецоперация быть, тебя взяли, его сейчас берут как соучастника. Ты ему сейчас позвони, скажи, ни на что не соглашайся, ничего не подписывай, ты не при делах, вали все на меня. То есть, на тебя должен он все валить. Давай, позвони ему, скажи, братан, ну, тут у меня спрашивают про соучастников, ты ни к чему не причастен, ты ничего не знаешь, понял? Вали все на меня, ну, на Макса, как бы. Давай. Терроризировали мои детей. А вот тут, ты тут? И что? Ну, представьте, да, вот. Да, 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 мне еще не куча. Что? Все, они попрятались, они уже поняли. Знаете? Короче, смотри, мне тут дали, короче, две минуты на сборы, и тебе так, смотри, если, если что вдруг будет, да, просто свалил все вину на меня. Я не буду, я не буду объяснить, потому что, по сути, я не знаю, замешано ли это в этом деле или нет, я не знаю. Я же говорю, у нас все хорошо, все нормально. Я понимаю, что я сейчас начинаю, я сейчас начну. что ты будешь делать сейчас? Они тоже не имеют информацию. Я не знаю, 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 я тебе уже не позвоню, потому что сам понимаешь, почему, но попробую тебе написать. то, что тебе вред, это вряд ли, потому что, ну, ты же не являешься, там, каким-либо соучастником, понимаешь? Понимаю, понимаю. Все дело, это знаешь, это сделал я, а не ты. Ты там вообще ни при чем. Тебе вообще переживать, я не знаю, нет никакого смысла. Мне вот, что сейчас все... Я больше не тебя, как-то, как-то ты тебя больше не нашла. Макс, зачем тебе полтора ребенка? Это зачем, я не могу говорить. Выключи звук. Что он сказал? Мне плохо слышно было. Скажи, что он сказал. Он сказал, типа, братан, зачем тебе нужны были полтора миллиона долларов, короче. Возревай. Я, знаешь, прям слеза, типа, братан, я не могу. Смотри, а прикинь, если он сейчас реально уходит из дома, прикинь. А что он сказал, он там собирает вещи? Да. Что он хочет сделать еще раз? Он, короче, хочет, знаешь, взять рюкзак, пойти, знаешь, и снимать видос, как он выживает, короче. Подожди, теперь пиши обратное, сейчас пиши обратное, обратное отчет. Давай, пиши 10. Тихо, тихо, стой. Я с другом постановлю, снимал видос, как мы с ним уходим, уходили, типа, реже жить, да. Короче, я сейчас собираю, смотри, все, все же, реже. 30 секунд. У него это... Он просмотрел. У меня тоже. 9. Раз, два, три. 9. Так вот знаешь, здесь есть вопрос задуманное. 8. Раз, два, отправить. 7. Раз, два, отправить. Записывает аудио. Голосовый. Так, стой. Знаешь такой стишок? Нет, что там? Типа, так. Шестерка. Раз, шестерку отправляй. Отправить. Шестерку? Да. А семерка была? Смотри, такой стиль, сережная решетка в темне, за седой. Скормленный неволе орел молодой. Неволе орел молодой. Ты знаешь, он уже начинает, уже, знаешь, как сошли. Пятерка. Раз, два, отправить. И теперь напиши сообщение, посмотри в окно. Сижу за решеткой в темнице сырой. Четверка. Раз, два, три. Еще там дождь. Там дождь. Тройка. Нам сейчас надо, чтобы он читал сообщение, а не рюкзак собирал. А то если мы ему не будем, если он не будет читать сообщение, значит он пакует рюкзак. А когда будет ноль, вместо ноль пишем, беги. Двойка. Ноль. Ноль пиши. Раз, два, три. Ноль. А потом лучше беги. Давай, давай напишем, лучше беги. Лучше беги. Макс, что с ним? Он трубку не берет? Ага. С ним все в порядке? В это стоит узнать. А, вот, он уже в сети ВКонтакте. Скажи, чтобы взял трубку, мы переживаем. Ну что, Влад, прямо сейчас вруби камеру. Вруби камеру. Сука. Здорово. Здорово. Ты там покакать ходил, обосрался, небось? Офигеть. Не, парни, на самом деле, я сразу понял, что это пранк. Я решил просто вам подыграть. Да, конечно. Я вижу. Я вижу. Я вижу. У нас, что, просто-споздно уже? Вы вышли, знали, как я. Знаете, нам еще, спалились мы на том, вот, как сказал, что я тебе файл скину на ком. По сути, такого вообще не может быть, да? Может. почему, если, если, если используешь, там, такие-то, ну, ресурсы, к которым, знаешь, вход, там, таким, ну, необычным людям, то, спокойно. Знаешь, как ФБ, и раз, вот, беру, знал, там, твоего компьютера. В том, что у меня вызово сомнения, и потом, когда уже под конец, начало время, приставать сообщение, я сразу понял, что это какой-то раз. Серьезно. Слушай, а про сумму полтора миллиона долларов, вообще как? Я, зауклил, даже сколько это в рублях. Ох, да, вау. Ни хера одного, 50 миллионов, пацаны, вы че? У меня такие бабки. Ну вот, как видишь, купил себе много чего, наушнику и там подобное, вот, наушники даже, и люди подавали, вот, компа так, надо. Я тебе говорю, мы с ним тут уже договорились, так что все, подальше. Он, он мне еще сверху, там, навозит. Макс, верни бабки, Влад, верни бабки. Слышишь? Слышишь? Влад, верни бабки. Макс, верни бабки. Вы заколебали, хакеры. Подожди, Влад, а, ты вот, ну, вот видишь, вот танка, да? Да, да, я понял. За его спиной ты, ну, ничего не наблюдаешь? За его спиной ты, ну, ничего не наблюдаешь, так. Снимали, как-то, да? Короче, ты в тиктоке, мама, да, с кем есть, не, реально, уже начинают лгать. Поэтому смотри, этот видео будет даже на будущий урок, никогда не скидывая никому кондеру. Ладно. Ему можно скинуть, а что если его компьютер взломан и тебе не он пишет? У меня дальше по сериалу, короче, будет то, что я ушел в лес жить, да, и вот мы сегодня с другом уходили на целый день, и я себя по голове прокручивал, что если будет такая какая-то ситуация, то я опять же уйду в лес, чисто там, за 6 километров от дома, типа, у меня вообще-то в сериалу. Ну, короче, жесткий ты контент пивешь, да? Жесткий ты контент пивешь, Да, вообще, лебется. Мам. Чего вообще, как эмоции? Чего? Чего? Как? Истыгался? Обыстрыл все. Я еще раз, вот до того момента, пока вы начали вместе снимать, ну, писать, я вообще реально очка, серьезно. Обратное счет, да? Да, вот до обратного счета я сразу вот чисто, я не могу сейчас сказать. Я чисто не предполагал, что это может быть пранк. А ты где, подвалили? А не... А где сейчас? Ну. Нет, я сейчас помню, то есть там. Ага, а с кем там? С кем там? С кем. Нет, понимаешь, я просто живу в такой местности, что, ну, короче, смотри, до приезда полиции, ну, нет, не на полтора, за минуту 10, там, 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 это очень печально. Да, мне спокойно было бы время у тебя пора, то есть, я уже это все продумывал, у себя в голове пока вы сидел. А ты прикинь, ну, да, это сейчас весело, а ты прикинь, такая, знаешь, опасная ситуация, и полтора часа вот тут просто ернешь там. Ну, я уже, я уже за 6 километров. Это не сделай, давай там, поднимайся и выезжай, вообще, лечь в Америку, там, взять веселое. Ладно, пацаны, заканчиваем пранк, мне его монтировать надо будет, час пятьдесят, это было круто. Короче, я тебе потом еще напишу. А, окей, все, все, давай, можешь от меня походку влечь, давай. Короче, вот такой розыгрыш, да. Да. Короче, ребята, это был у нас в виде жертвы Влад Хелл, и смотрите следующий пранк. Всем пока, подписывайтесь на YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok, Добавил субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok,